Как мы создаем карточки для слов? У нас есть юникодный файл учебника Вера Александровна. Вот, например, отсюда я взял, скопировал, разделителем поставил знак минуса и получил три столбика. Imp один столбик, Imperativus второй столбик, поведительное наклонение. Второй, средний столбик удалил, остался inf равно инфинитив. Поэтому в словаре будет, например, вопрос что такое инфинитив? Это inf. Потом будет, что такое inf? Это инфинитив. Вот. Значит, я обработал первое занятие. Здесь, конечно, нужна ручная доработка, но все же быстрее, чем набирать ручную. То есть, например, вот этот второй столбик, он здесь сделан пробелами, но, в общем, с переносами центрами вручную все можно доработать. А здесь, конечно, значит, на самом деле стоит не мы, а значит, латиницей, а теки, релицей. Поэтому, на самом деле, здесь не все окончательно сконвертировано в Unicode, как положено, но тем не менее. Значит, занятие второе. Занятие второе. Значит, берем слова из второго упражнения Ctrl-C. Я все это пропускаю через текстовый редактор. Я работаю уже лет 15 в программе M-Editor. Итак, как по-хорошему работать с анонимами, я пока еще не знаю. То есть, скорее, если мы не ведем помогающие, запятая, способствующие, наш ответ будет считаться неправильным. Как пока поступить, я не знаю. В общем, этот вопрос можно решить потом. Наша задача пока убрать все, что заведомо мусор. Так, мара, помогающий, способствующий. Значит, вторая часть сложного слова мы передаем в знак градуса. Так, здесь у нас заведомо необходим перенос на новую строчку. То, что здесь остается пустоты, никого не должно волновать. То есть, некоторые случаи более сложные. окончательно, прям сразу все решить. Нам не надо покровительств этот арман варагет-ха. Так. делающие рука. То есть, по-хорошему здесь. если мы будем здесь прописывать рот, то не очень удобно, потому что надо будет именно, вот нам выдадут кара, и нам будет, надо будет именно записать делающий, запятая, пробел, значит, рот, пробел, рука. Поэтому я предлагаю просто удалять эту информацию пока. То же самое здесь. ее можно... ее можно... ее можно было бы последовательно прописать в конце каждого сложного слова, в смысле, каждого слова. вот, берем мы второе занятие. берем мы слово БАВА среднего рода. Оно здесь отображено буквой КП. А БАВА у нас мужского рода. И мы пропишем, например, что, в общем, сразу с окончанием именительного падежа единственного числа. Да, то есть, есть такой вариант, то есть, тогда нам надо он хороший вариант, потому что просто запомнить слова это хорошо, но запомнить род слова не менее важно. То есть, другое дело, что для каких-то слов возможен и тот, и другой род, ну, тогда мы их создаем как две отдельные строчки, получается. Как мы знаем, какой сейчас нужен? Нет, получается, две отдельные строчки создать мы не можем. То есть, есть тут свои ограничения, конечно. Да. Ну, допустим, допустим, мы пропишем род в самом слове. Попробуем пойти вот этим путем. то есть, бхагава, значит, мужского рода, то есть, бхавас. Хотя, если это индийский подход, кто-то мы тогда, ну, ой-ой-ой-ой-ой, так, ладно, ну, тогда пусть будет бхавас. Бхавас, аджалам, аджалам, будет джалам, да? Значит, ну, пусть будет хорошо. Бхавас. 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 Значит, кара, тогда сделаем так, кара, это делающий, но не рука. Разделим прилагательные и существительные. А, значит, кара, это рука. Да? То есть, здесь тоже скорее, непонятно, как разбить, то есть, чтобы булять, то есть, то ли удалять второе значение, оставлять, что просто утра, это помогающие, и помогающие тара. Потому что запомнить именно в такой очередности, я не знаю, насколько это сложно, нужно. Чара, движущаяся. Убираем, значит, точку с запятой, она там точно не нужна. бхавастак, тала, тала среднего рода, значит, талам, плоскость ладони, ратхас, колесница, даже, даже на самом деле, вот эти ctrl-c, ctrl-f, значит, можем сделать replace, и поставить просто s, replace, а, ну вот, здесь, здесь ладно, здесь видно и удобно, а вот здесь, когда посреди, когда есть и значение прилагательного, и существительного, то есть, сперва дается значение прилагательного, в этом существительного, получается, не очень удобно. Да. Ну, а есть той же чашекой, получается, и мужского, и среднего рода, ну, получается, что нам надо тогда оставлять один род, тот, кто встречается первым. Мы не будем измерять для каждого слова, какое встречается чаще, но будем, что-то нам придется выбрасывать, мы не можем сохранить всю информацию, при этом, чтобы было удобно потом этим пользоваться. Ну, вот, получается, что здесь шарас, здесь чаша касса, чаранам, чаранам, покровительство, защита покровительства, получается, аж целых три слова. Да, в общем, проблем здесь предостаточно. Номен проприем, бхарата, это бхарата. Ну, я бы, вот здесь, даже, прям-таки, вмешался бы, то есть, достаточно того, что бхарата, это номен проприем. Номен проприем, имя собственное. Условное сокращение, у нас номен проприем, а у нас номен проприем, вообще-то, в списке пишется через пробел, поэтому здесь нам тоже нужно будет добавить пробел, чтобы быть последовательным, потому что это самое страшное, здесь не быть последовательным. халамма, вачанамма, щатамма, ванамма. Так, с этим разобрались. Здесь, получается, мы копируем и делим на две отдельные части. Вара, отборные лучшие, значит, и хотя вара, как существительное, может быть и мужского, и среднего рода, но если нас спросят, как переводится дар, то мы не будем узнать, какой из двух даров нам надо сейчас вводить, среднего рода и мужского, поэтому будем оставлять тот, кто встречается сперва, в смысле, в записи МН, будем так, искусственно, условно, оставлять М, то есть мужской род. Вот, тогда сделаем так. Отборные лучшие убираем и оставляем, значит, во, впрочем, в тексте, в самом занятии, оно встречается именно среднего рода. значит, будем из чего исходить? Из того, что встречается в самом тексте конкретного занятия Кочергиновой. То есть, получается, принцип того, что всегда будем ставить то, что слева, он будет работать тогда, когда мы не помним, какого именно рода слова в данном конкретном занятии. то есть, варам выбор дар. Так, ну, кроме того, что здесь у нас аж три значения слова шаранам, в остальном я доволен тем, что я вижу. только не урок, а у нас занятие. Занятие один, занятие два. Но если мы так, у нас тут то знак минус, то тире, то мы, в общем, это залить без проблем в нем раз не сможем. поэтому берем Ctrl-C, идем в Excel, создаем новый щит, копируем Ctrl-V, и так как у меня здесь уже выставлено от text columns, сейчас, text columns, delimited, next, и здесь, собственно, я отсюда скопировал, у нас получается space является одним из разделителей, надо убрать, потому что иначе получается здесь ненужное разнесение, еще ненужное разнесение, оставляем просто, значит, самый разделитель, здесь, например, он отличается, то есть, есть мусор, ну хорошо, next, finish, так, например, то, что он разбил на запятые, и вот перенес здесь пробелы, мне не нужно, так, ну хорошо, посмотрим еще раз, так, значит, text только вот здесь ручное мы довнесем, это не проблема, убираем, для нас это мусор, теперь, ну вот, ну, собственно, и забираем отсюда, Ctrl-C, вставляем, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, да, вот, сохраняем занятие 2, сохраняем, забираем отсюда, Ctrl-C, идем сюда, в Memorize, каждый новый урок, это новый уровень, то есть, у нас будет здесь 41 уровень, у нас здесь, то есть, будет требоваться правка, да, то есть, у нас здесь даны Кадхана, это основа, и к основам мы должны все-таки добавить падежные окончания, если это существительное, впрочем, здесь есть и глагольные формы, как Гачхатха, вы идете, то есть, не только основа, но порой и слова формы, хотя и согласно Санхи, 10 правилу, именно здесь должно было бы быть Гачхатха, то есть, еще одно Ч, но в орфографии Качхагиной, так как здесь, ну ладно, закроем это глаза, показать, убрать, значит, мы добавляем не вот так поодиночке, углубленный вариант, добавить группу слов, да, вкладка, это имеется тут, нажимаем Ctrl-V, нажимаем добавить, ну что ж, и у нас, перед нами, значит, завершенный второй урок Качхагиной, сохранить, вот, так что, таким образом, надо добавить оставшиеся 38 занятий Качхагиной, разбитых по урокам, и таким способом нам нужно будет добавить учебник Санскрита Вера Александровна Качхагиной, руководство Бюллера, добавим словарь Кнауэра, словарь Кудрявского, словарь Фриша, наверное, по частям речи или по частотности добавим словарь Качхагиной, то есть, предстоит большая кропотливая работа, но чтобы не заниматься Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V по одному слову, надо научиться работать с табличным форматом, да, тут есть проблемы, есть спорные случаи, бывает мусор, но все исправимо, как бы все вполне возможно, вот, и мне нужно, мне нужно, чтобы я знал никнейм тех, кто будут пополнять карточки для того, чтобы я их добавил в админку, вот, редактировать курс, участники, участники, и сюда надо, сюда надо вводить участников, вот, собственно, вот в этом аккаунте, курсы, обучение, в курсе, которые вы преподаете, это все, курсы отсутствуют, не созданы, не закончены, не созданы, созданы, да, создать курсы, но, мы и так уже создали курс, ладно, значит, подписчики, 10 подписчиков, хорошо, это друзья, так, курсы, обучение, преподавание, ладно, разберемся, я тут сам, не все знаю, ну, так, курс, 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 у нас опубликован же, назад курс, адаптировать курс, ну, вроде опубликован, так, можем оформить подписку, ну, давайте, условные сокращения, выучить эти слова, так, адаптировать уровень, учить новые слова, так, ну, попробуем, что мы тут у нас а сейчас мы просто запоминаем, винительные падежи, двойной винительный падеж, аккурат в туз, дуплекс, отложительный падеж, так, аккурат в туз, Аккузативус Отложительный падеж Облотивус Аккузативус Винительный падеж Адиктивус Так, Аккузативус Дуплекс Двойной Винительный падеж Прилагательное Адиктивус Ablativeus отложительный падеж Adjectiveus прилагательный Accusativeus винительный падеж Adjectiveus прилагательный Ablativeus отложительный падеж речи на речи так речи на речи от 2 на речи речи устанавливать цели достигай медленно но уверенно но можем установить целый цель дня хорошо пусть будет занятие пройдено достигнуть 3 рамка ну отлично подписка нам не нужно вот я пока уступаю рейтинги анатолию я сам создал курс сам уже и его частично прошел освещаемся назад готов к изучению ну а где мой цветок почему он не вырос от того что его прошел на ладно ну в общем я пока прошел как бы часть на то есть хорошо не сразу все не дает ну ладно будем работать частями я выучу эти слова чуть новые слова на давайте двойной винительный падеж дуплекс винительный падеж акузотирус прилагательное объектив не клин и падеж шахты и отложительный падеж акузотирус прилагательное объектив . отложительный падеж отложительный падеж акузотирус хуже тот дуплекс сколько раз уже мне попадался отложительный падеж а был предлагательные речи отложительный падеж речи от речи от а вот не сразу но догоним анатолия ну вот так вот вместе будем разбираться объявим санскритский санскритские батлы среди русскоговорящих пока а потом посмотрим ну вот мне получается уже горшочек немножко почти что посадили уже семечка начали начали проходить на вот так что мне нужны люди которые могут из наших вордовских файлов из наших экселевских таблиц экспортировать списки слов в таком формате который удобен для заливки которые могут дописать то что необходимо удалить то что лишнее в общем используя голову по назначению помочь мне запустить новое движение в рамках общество ревнителей санскрита спасибо 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 Продолжение следует...